Всем привет, друзья! Вот и настал декабрь, последний месяц этого года, и нам Epic Games раздает очень большое количество ништяков. Давайте посмотрим, что они раздают. Во-первых, то, что каждый месяц у нас 5 штук бесплатных, один из этого это у нас материал Function Collection. В общем, сразу не читая, что здесь написано, в принципе, да, можно не читать. Давайте посмотрим сразу на них. Это у нас персонажик подключается. Смотрите. Так, давайте начнем сначала. Здесь у нас Dissolve, такое растворение, да, я предполагаю, определенное. Ну, запускать мы не будем, хотя можем, да, симуляцию запустить. Вот растворение определенное, позиционирование какие-то. Смотрите, они исчезают, когда мы приближаемся к ним. Это здесь тоже так же происходит. Это у нас Emissive, какие-то немножко пикселевые, что-то даже видно. Ну, в общем, понятно с этими. Edge Fade. Это, смотрите, они, я так предполагаю... А, материал вот прям, видите, да, как-то формируется в точечку. И белое пятно появляется на пересекающейся объекте. Здесь почти то же самое. Здесь у нас Fresnel. Так, принелевые, так скажем, окутывания. Кстати, возможно, они мне пригодятся. Так, это у нас такой тоже Fresnel, но с подмигиванием. Тоже очень интересно. Для каких-то предметов можно использовать... Здесь у нас Texture Panner. Как видите, они движутся внутри текстуры. Точнее, в материале текстуры двигаются. И здесь то же самое. Выглядит, в принципе, симпатично. Здесь у нас пульсация. Как видите, материальчик пульсирует. Здесь просто какие-то точки пульсируют. Здесь ничего не пульсирует почему-то. SkinWine. А, ну вот, да. С графическими какими-то это. Текстура наложена, и она, видите, в определенном месте появляется. Тоже прикольная вещь. Можно использовать в каких-то Звездных войнах. Это у нас волны. Материал может вибрировать, волноваться и прям плыть, как говорится. Вот здесь то же самое. Такое, как будто бы в огне находится. Кстати, очень интересно. Надо будет такое использовать для костра. То есть, если оно не слишком много забирает оперативной памяти и так далее. Можно будет попробовать. Смотрите, это World Position. Он прям крутит не то, что материал, он крутит модель. Представляете, да, материал управляет моделью. И здесь тоже у нас World Position, но материал остается на месте, а двигается модель. Кое-где смотрится прикольно, а в некоторых местах не очень. Вот такие вот материальчики. Некоторые можно, в принципе, взять для будущих действий каких-то. Так, что у нас следующее? Следующее у нас получается Defense Defect Ultimate Props Bundle Wall 1. Здесь очень большое количество моделек всякого разного, да? Сейчас мы пролетаем над ними. Давайте, пока запустим. Так, это у нас Effect Map Demo Так, мы запустились. Давайте посмотрим. Но они не низкополигональные, если что. И это, кстати, снято на камеру. Это, видимо, съемкой камеры делали. Так, давайте уменьшим скорость. Как видите, да, с двух сторон обработано почти фотографией даже. А, вот, кстати, и можно заметить, почему эта фотография. Вот эти вот точки в виде шестигранников. Тут как раз-таки некорректное отображение моделек. Так, внутри бочек ничего нету. Давайте посмотрим в коробочках. Коробочки тоже пустые. А, вот здесь есть что-то. Ну, как видите, да, с одной стороны осветлено, с другой не очень. Это как раз-таки вот она и есть. Камера закрывала свет, возможно. Так, посмотрим, что у нас по шинам. Ну, внутри есть кто-то. А, это листья. Они где-то фотографированы на улице. И сверху, как видим, такие черные полосы. Это вот как раз-таки... А, это зеркальность. Это зеркальность. То есть, вот вот эта часть зеркалирована вот отсюда. То есть, они снимали вот сверху. Вот эта часть захватилась и все отлично. И, кстати, вот косяки. Прямо жутко. С одной стороны и есть, а с другой стороны и нету. То есть, модельки... О, кстати, поддон, да? Несколько досок. Видимо, они разбирали, фотографировали. Вот, видите, да, вот то же самое. Здесь текстура поехала. Здесь текстура поехала, но... Нормально. С камерой тоже такое нелегко отснять. Но пропановый баллон прям шикарно выглядит. В общем, видите, да? Очень много колес. Далее. Это у нас третья штука, как action rpg multiplayer starter template. Вещь интересненькая. Давайте зайдем в нее посмотрим. Некоторые люди прям долгое время делают... Так, это у нас, наверное, вот это map lobby. здесь персонаж можно создавать. Enter valid name. Так, а где у нас имя-то? А, вот. Так, окей, поехали. Off time, offline давайте. Так, ага, здесь можем гулять, собирать модельки различные. Камера, конечно, не очень хорошо расположена. Так, левый клавиша мы передвигаемся, правый мы удаляем. Давайте оденемся, или что тут? Так, это у нас крутые шмотки. инвентарь, как у нас там обычно и клавиша, но она не работает. А, смотрите-ка, help me там кто-то стоит. Ладно, понятно, это миссия. Так, settings, ok, инвентарь, tab, на да, давайте оденемся. Это, кстати, получше. Здесь, видите, прям наносим, да, и показывает у нас point resistance, как говорится, у resistance крайне мала, Не помню, как это звучит. Так, мы накинули перчатки, кулон, кольцо, бриллианты, давайте поставим хпшечки. Что это такое, я не знаю. какие-то элементики. Закроем, пойдем драться. А, ну, ему не знаю, что-то надо, хотя, может, и не надо. А, ну, с ним можно общаться и что-то покупать, продавать, кстати. у нас 6 золотых, 50 серебряных и 10 бронзовых. Ну, вот тут такие определенные ценники. А, как купить? Ну, ладно, это не особо важно. То есть, здесь можно покупка делать, убивать предметы и вот от них что-то. инвентарь пополнять. Так, пробежались по слоуму. Бей, бей их. Нападают уже. Так, это он меня отравил, да? Шутник. Так, ну, в принципе, да, приемлемая игра. Можно сделать, главное, чтобы это было просто реализовать, так скажем. О, можно левел ап поднять. так, ну, ну, здесь босс, у нас просто топовый босс. И меня убили. В общем, прикольно. Так, что у нас есть еще. Следующая вкладочка, это у нас Endless Runner Shooter Template. Вещь интересная, но, кстати, у меня был вопрос где-то под роликом. Сейчас, секундочку. Типа, получается, релисовый шутер. как сделать релисовый шутер. Так, я не туда захожу. И там почти вот такая же вот система была, да, но здесь я неправильно пошел. Здесь надо бежать до определенного момента. главное успевать приседать и так далее. И не перепутать кнопочки, главное. генерация здесь мира идет каждый раз разная, так что можно посмотреть, как сделать генерацию мира и свой шутер наделать. Ой, ой, тут еще и падение, прикольно. Как говорится, падаешь как хочешь. Мы еще не добежали, конечно, до того момента, где там перестрелка осуществляется, как раз как спрашивали в рельсовом шутере. я не знаю, почему он упал, хотя я перепрыгну. Можете посмотреть некоторые моменты, как использовать и так далее. Но мы переходим к следующему, это Modular Lost Rain Kit. Если мы посмотрим, это у нас какая-то вещь. Так, давайте запустим тоже Simulate. Хотя нет, Simulate здесь не нужен. Так, но как-то немножко световасто, да? Как это обозвать-то, я даже не знаю. Такое ощущение, что здесь желтый, красный и зеленый везде постоянно. Таких серых оттинков особо-то нету. Но своеобразно. Если я сейчас запущусь от первого лица, мы побежим, мы не побежим никуда, потому что он здесь не передвигается. Давайте запустим, что здесь у нас. Но есть какие-то косяки, видите, да, тут красные, так-то все зеленое в основном. но в принципе можете посмотреть, может быть оно вам понравится. Можно своеобразный мир сделать в какой-нибудь одной локации с этими текстурами. Правда надо что-то свое добавлять, там дома и так далее. Вещь в принципе красивая. Так, ну, на этом мы закончили то, что раздают на месяц, а далее у нас идет очень много всякого, то, что раздали бесплатно. это у нас вызывайте кракена. Кракен, как видите, какой-то не такой. Я, кстати, не помню, как он выглядел в пиратах Карибского моря, но здесь прям краб кальмар какой-то интересный. Далее, что у нас есть еще? детектив плагин. Давайте переведем это для... Мне кажется, вот этот плагин будет очень интересен для компилирования и так далее. То есть, здесь вы можете увидеть, какие плагины у вас включены, какие работают, какие нет. И, возможно, что-то отключить и так далее. Может быть, на чем работает, на чем не работают. Так, да. Сократить время компиляции, время приготовления и размер упаковки. Вещь интересненькая, можно поюзать хотя бы в одном проекте. Следующее это у нас Art Fashion Automotive. В общем, это что-то у нас из Archivision, скорее всего. Да. Очень похоже. Это какая-то выставка, автовыставка и машина прямо из назад будущего. Можете создать что-то похожее. Еще у нас Low Poly Shooter Pack. Кстати, некоторые спрашивают меня на стримах, почему я создаю свое, если есть куча аналогов. понимаете, да, то есть вот человек создал много своих предметов в Poly и в принципе даже сделал на них видимо игру. Здесь что-то похоже. Своеобразненько. Здесь даже постпроцессы я вижу какие-то арт постпроцессы. Ну, в общем, прикольненько. Далее у нас идет Shader. Общий экземпляр мышей. Что это такое? Обрабатывает экземпляры как в редакторе, так и во время выполнения. По картинке ничего не понятно. И все написано на C+. Что это такое надо тестировать. Данжин генератор. Здесь у нас простой генератор подземелий. То есть вы можете создать вот такие лабиринты, накинуть на них свои материалы в виде там, я не знаю, камней и в принципе можете побегать выполнять какие-то задания, наставить двери и сделать какие-то загадки для открытия дверей. В принципе интересно, можно использовать. гридли это что у нас управляем контакта с помощью электронной таблицы. Держите вокализацию по контролю и быстрее запускайте свои цифровые продукты. Непонятно что какое это вещь. Я так предполагаю это в виде какой-то внешнего программного обеспечения, которое может вам создать необходимые локализации, а потом их может быть запихнуть в игру, так скажем. Но это надо проверять опять-таки. Будет время, я наверное попробую. Главное чтобы он поддерживается. Так, операционная система Windows поддерживается. Я точно попробую. Следующее у нас идет как видите ракетная установка непонятного типа. NUT Emotus это что у нас самый быстрый самый важный социальный инструмент для общения видимо. И что это? Давайте посмотрим хотя бы изображение. Так, это типа, не знаю, да, какие-то быстрые действия, видимо, эмоции и так далее. Далее, что мы можем увидеть, это основы игровых способностей. Опять-таки, непонятно, что это такое. Это расширяемая система способностей для всех видов игр. Что это? Это видимо добавляет хп, я так предполагаю, да? Есть вероятность и какие-то элементы действия, не знаю, как-то сомнительно выглядит, зато бесплатно. Теперь мы можем посмотреть на интерактивную систему машинного обучения. Это что-то нереальное. Даже по картинкам мы можем определить... О, кстати, интересная система, вот эта, смотрите, он нарисовал цифру 4 и здесь определилась цифра 4 за 141 миллисекунду, я так понимаю. Да, да, машинное обучение уже завезли в Unreal. Так, это что такое? Какие-то картинки, видимо, по картинкам вы можете действия какие-то делать? Это опять-таки надо смотреть, запускать прям на проект, тестировать. Плагин, позволяющий добавить насязание вашему визуальному миру. В общем, для VR. Что за визуальный плагин? Видимо, третья рука. То есть, типа, вы держите какой-то стик, или что это там управляется, и вам дают третью руку, или же стик внутри игры. очень непонятно. VR-а, к сожалению, нету. Так что пропускаем. Modular Multi Operation. Дома. Видимо, сами генерируются, или что, но как-то слишком low-poly они выглядят. Прям совсем. такой небольшой шутер, low-poly шутер можно построить, кстати. Для такого, в принципе, прикольно. А если завести сюда еще сетевую часть, будет вообще хорошо. Да. Ну, в принципе, да, вот по этим окружениям, окружностям, так скажем, точнее, это не совсем low-poly, но в этих местах они прям старались делать. Вот особенно здесь никаких декорационных элементов ни на окне, ни на дверях, ни на крыше, ничего нету такого. И крышу даже просто плоскую сделаем. Зато есть ковры. Можно повесить ковер на стену. Следующая Эли вертолетик. Вот эта компания Vigilant нам предоставила очень много техники. Здесь снова такие же дома квадратные такого же типа. Возможно, даже те же самые, которые предыдущие сделали. Ну, здесь я не знаю. Здесь не то, что не на игру, даже сложно сказать, для чего это. Может, для VR. бронетранспортера. далее у нас идут получается инструменты. Это курсовой проект. Это у нас очень много курсовых проектов. Давайте я его перемещу куда-нибудь сюда. бронетранспортер, лодочки воздушные, самолеты. В общем, здесь куча самолет, бронеавтомобили, ракеты, эскандеры, ракеты, M26 какой-то. Что это еще? Это у нас универсальный инструмент реализации ваших шагов. Видимо, для быстрой реализации звука или, допустим, визуального показа, на каком материале. Да-да, вот смотрите, видите, здесь красный по красной основе, зеленый по зеленой основе и, возможно, шаги тоже отличается звук. Real-time global illumination spotlight соответственно поддерживает глобальное освещение в реальном времени. Скорее всего, это тоже для визуальной части, для игры возможно это будет не очень хорошо ставить. Так, вроде бы они, смотрите, да, не горят, но почему-то эмиссив у них до сих пор стоит. ну, образно ретрайсинг и так далее всякие нужны, так что 5 человек написали отзыв и все почти отрицательно, так что смотрите. Metahuman SDK это у нас реалистичные анимации лица из аудиофайла. О, вот это классная вещь. Жалко только на Metahuman они ставятся, но возможно уже кто-то нашел как сделать такую только на обычного персонажа какого-то. Представьте, да, там звук в игре привет меня зовут так-то и это персонаж по звуку начинает шевелить губами. Вот это вот прорыв, как говорится. Капсула трейс вращение следа капсулы. Непонятная штука какой капсулы, какого трассировки капсулы. В общем, тоже надо смотреть, что это такое. То ли для ног, то ли для персонажа, то ли для каких это целей, непонятно. так, это у нас создание тренера прицеливания от первого лица. Но это уже пошли у нас курсовые проекты, а их очень много, вот начиная вот отсюда, вот где выделена вкладочка, до конца. То есть вот практически 50 проектов это как раз таки создано на основе курсовых проектов. Если быстренько их пролистаем, ну, еще почему-то у нас танк попал сюда. Если еще и самолет, смотрите-ка. Так, это у нас какие-то создания процедурных лесов и так далее, да? это трехмерная навигация какая-то. Видимо, камерой как-то определяет все и фокусируется. В общем, здесь очень много всякого. Какие-то действия со звуком. Далее здесь у нас видимо блок-аут, как делать блок-аут это и заодно и обучение, и вы смотрите, как это должно быть. Если что, блок-аут это у нас блок-аут, это у нас создание черновой геометрии для уровня, для того, чтобы по ней бегать и определить, как необходимо делать сами предметы, куда их расставлять и так далее. В общем, их здесь очень много. если вам будет интересно, добавляйте их к себе. Смотрите, что они делают. Видите, здесь какие-то выделения, что материал MasterLearning получается. Так, это что у нас дополнительная информация? Тут ничего не написано, что это такое. Видимо, с материалами очень хорошо здесь работали с материалами. Возможно, даже показывали, как делать волосы и так далее. Что-то интересненькое. Как делать секвенсеры? Здесь у нас Magic Leap. Не помню, что это такое, но это вроде как что-то связанное либо с VR-ом, либо с телевизорами. Так, Enumeration, Blueprint и так далее. Ну, в общем, куча проектов. Надо их смотреть. Просто их здесь конкретно в этом ролике не разобрать. И А, ну, это кстати, обучающий ролик от эпиков самих. Они здесь уже не то, что не ролик, а проект показывает, как открывать двери, иногда бывает даже, как создавать элементы визуальной части. что-то интересненькое. И мы начали сначала. Я думаю, на этом все. Если вам что-то из этого показалось интересным, добавляйте их в себе библиотеку. И до скорой встречи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok